Что мы будем сегодня делать? А делать мы сегодня будем бейсболку. Бейсболка обычная черная. Просто обычную черную бейсболку в обычном магазине, мне кажется, купить просто нереально. Поэтому бейсболки лучше покупать в фирмах, которые продают такую промо-одежду, промо-бейсболки. И на ней очень все удобно. Чему удобно? Потому что на многих бейсболках, которые продаются просто на продажу, даже если они одноцветные, вот здесь вот посрединке идет шовчик. Вот. Вот здесь. А на этих бейсболках, так как они предназначены для печати, шовчика как такового нет. Поэтому рисовать на ней будет намного удобнее, и картинка получится и больше, и симпатичнее. Итак, вот такая бейсболка с вечерним пятничным чаечком. Мы ее сделаем. Мы ее будем разрисовывать. Будем ее делать акриловыми красками. Есть несколько таких основных цветов, с которыми я буду работать. Белый, зеленый, красный, еще и золотистый. Да-да-да-да-да-да-да. Ну и коричневый. Вот. Коричневый. Еще есть такое. Ой, вот еще акриловая краска. Вот золотистая, кстати. Я не знаю пока. По-моему, она уже закончилась. В общем, бейсболка будет крутая. Такой ни у кого никогда вы не увидите. Потому что вы сделаете ее сами, своими руками. Я расскажу о технологии и о том, что можно конкретно на этой бейсболке сделать теоретически. Возможно, что вы придумаете какую-то другую картинку. Абсолютно другую. Конечно, такой набросок на ней сделать почему не получится, потому что она черная. Поэтому будем рисовать уже красками сразу. То есть мы не сможем карандашиком нарисовать вот тут всякие картинки, а потом это все раскрасить. Нет, так не получится, так не прокатит. Белого маркера у меня нету, хотя я думаю, что для этих целей он бы вообще был супер просто нужен. Потому что когда будем красить краской, уже, ну, скажем так, у нас не будет права на ошибку. Итак, пристраиваем нашу бейсболку где-то на какой-то штуке. Ну, в идеале, конечно, это какой-нибудь головной манекен. Но пускай будет так. Ладно. Итак, элементарно нам нужна кисточка. Кисточка, вода. Ну, и, возможно, место, куда там красочки залить, развести. Я вот прямо из баночки это буду делать. У меня есть такая, она не совсем белая краска, такая немножечко бежеватая, ванильная. Вот, и мы будем рисовать глазик. Глазик будет, ну, по крайней мере, начну, там дальше посмотрим, что будет. Вот, ну, примерно тут понятно, где средина. И вот так вот этот глазик начинаем. Желательно, конечно, чтобы не было слишком толстого слоя, потому что слой может просто облететь. Музыка. 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 Ну вот, основа нашего глазика готова. И дальше, когда он высохнет, я уже буду рисовать веки. Подождем немножко, и дальше начнем уже рисовать дальше. А еще придумывать, что там. Думаю, там будет глазик, и такая надпись. Я тебя вижу. Или я свяжу за тобой. Вот такая будет. Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И вот что у нас получилось в итоге. Такая кепочка-бейсболочка, которой не будет ни у кого. Это будет только ваша, только с вашими рисунками. И можно писать и рисовать все, что угодно. Потом эту бейсболку, конечно же, можно стирать при щадящем режиме машины. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok